Привет, друзья! Продолжаю свою рубрику вопрос-ответ по Криту и вот разумеваю, что я имею ввиду на Крите про хорошее недорогое вино. Это вина в пластике, полтора литра, цена 3,54 евро. И представляете, на пластике даже указан сорт винограда. То есть в основном, для не знающих это местные сорта, но тем не менее это неплохие вина. А откуда эти вина берутся? На Крите очень много виноделина разных объемов и многие винодельни делают вино большими объемами. То есть и продают. И такие же вина абсолютно, если вы кушаете в тавернах, написано домашнее вино, вы думаете, хозяин таверны, сам это вино, это его частное вино. Нет, это вино с таких вот виноделин, они просто берут большими объемами и продают. Так вот, про одно вино я вам уже рассказывал. Сейчас покажу, где я еще покупаю, и вы можете купить неплохое и недорогое вино местных производителей. Это мы сейчас зайдем в мясной магазин «Андонакис». Как всегда хочется покладывать вино? Паска. Это сетевые магазины в рейтинге, но их я, по крайней мере, знаю несколько. И вот там есть вино фирмы «Маврес». Это вино делается в районе Хани. Вот. И сейчас мы зайдем, я вам покажу это вино и покажу цену. Я в мясном магазине «Андонакис». И смотрите, белые вины, видите, фирма, указано «Маврес». «Маврес». И вот сорт «Вилана», цена 3,45. Второе – «Видиано Ромико». Смешанный сорт 3,45. Я думаю, что они похожи. Вот «Рицина». Ну, «Рицина» вы знаете, это вино с запахом, с добавлением хвоя. То есть это такой на любителя. Не очень советую. Вот. И вот есть «Мускат», но вообще это не советую. Лучше брать сухие вина. Вот. Также из красного есть вот это вот «Маврес Розе». 3,45 тоже не раз пробовал брать хорошее вино. И вот сорт «Ромико». «Ромико» – хороший сорт красного вина. В мясном магазине я беру сыр, так называется, «Донец». Это белый легкий сыр. Это не мизитро, но он что-то между. И он недорогой. Он стоит, видите, полкилограмма 2 евро. 4,70 килограмм. Белый сыр. Он просто в Греции называется белый сыр, но очень хороший. Это не фетов, это жирное. А вот. Ну, это вот, кстати, уже тогда и поговорим о ценах, видите. «Гравьера» по 16 евро. «Кефала Тири» по 16. Вот такие вот цены. Ну, задегустирую, чтобы вас не обмануть. Вот видите, Игорь, какой глупый. Все злачные места вам сдаёт. Пневматыкаки, сорт «Вилана», белое вино. В магазинах «Сынка». Также у них неплохое, раньше было розовое. Карагоя. Ну, назовём народное вино. Друзья дома, и из холодильника достал вино завода «Пневматыкаки». Это вино продаётся на Крите Вретьмана в магазинах «Сынка». Также когда-то я пил вот этого завода розовое вино, оно мне нравилось. Но там надо смотреть за сроком хранения, сколько оно. То есть молодое, оно вкусное, а потом оно прокисает, так честно сказать. Вот белое вино, сейчас попробуем. Ну, что могу сказать. Неплохое вино, хорошее вино. Ещё есть небольшой нюанс по критским винам. Иногда вино откроешь, и такое ощущение, что что-то не то. А потом вино немножко подышит. То есть, как говорят, надо сделать, чтобы попал кислород туда. И вино абсолютно меняется, и другой вкус, и абсолютно другая картина. Более приятное вино. Вот такие оливочки вяленые. Их называют тромбос. Тоже купил в мясном магазине. Недорого, 6. 40. На рынке по 7 евро сейчас. Сейчас мы заценим сорт Видиана Ромико. Тут даже два смешанные. Оно в магазинах уже давно, не первый год, и поэтому мне кажется, оно более стабильное. Сейчас попробуем, откроем. Ну, сейчас мы попробуем сорт вина из фирмы Маврес. Белое вино. А, более интересно. Тут уже чувствуется, что не один виноград. Вот это поинтереснее. Вино. Вот это вино поинтереснее. Это фирма Маврес. Сейчас открою белый сыр, который я взял в мясном магазине. Стоит, видите, 4,70 килограмм. Раньше он стоил 4 евро. Даже даже 3,60 килограмм. Вот. И вот он называется, видите, Левко белый Алмис Кристалл. Или в скобочках, видите, Донец. Вот. И сейчас открою, покажу вам. Все по секрету. Только не спрашивайте сразу, а данные можно и координаты Google. Как видим, по структуре похож на фэту. Только более такой плотный, нерыхлый. И вот отрежем кусочек. Живу на третьем этаже и с видом на море. Так, поэтому вы можете всегда у меня погоду спрашивать. Да нет, белый сыр. Вкусный. Мне что-то напоминает привет ленитокцы. Сейчас, кстати, приедет вот после завтра приезжает подводный охотник. Будем с ним рыбу ловить целую неделю. Охотиться. Вот. И чем-то мне напоминает жесткий белый литовский сыр. Он идет с тмином. Не помню, как он называется. Вкусный сыр. Под белое вино с оливочкой. Даже каких-то 100 грамм не надо. Вино, оливки и сыр. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас я немножко поменял название. рейтинг на Крэто. Если видео полезно, ставьте лайки. Спасибо.